О текущей ситуации на Украине и оптимальных путях ее урегулирования говорили эксперты-участники видеомоста Москва-Киев, прошедшего накануне. Критики подверглись все стороны конфликта, от государственной власти до оппозиции. Досталось и западным элитам. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребенский указал на агрессивную политическую власть США, отметив, что такого потенциала холодной войны ему не приходилось наблюдать более 50 лет. Все разговоры про европейские ценности и демократию и прочее это лишь камуфляж для геополитической борьбы. Вот и все. То есть американцы в данном случае не выдержали держать эту хорошую мину при плохой игре, срываются и обнажают свои реальные взгляды на всю эту ситуацию. Их повышенная эмоциональность в том числе связана и с ситуациями в других плоскостях геополитической вот этой игры. Это связано и с проблемой Сирии, с проблемой Ирана и со многими другими проблемами. Вот Украина как один из тех пунктов, за которые как бы надо зацепиться, да, и грубо говоря, в этом все равно существующем противостоянии с Россией, как бы добиться своего немытьем-то катания. А американцы, они мастера ставить эксперименты на людях, они это делают как бы системно, умело и во многих местах много раз сделали, сделают из Украины. В этом смысле жертвы их совершенно не волнуют. Политолог Сергей Михеев подчеркнул, на киевских улицах сложилась абсурдная ситуация. Неонацисты борются за европейские ценности. Все эксперты сошлись в одном. События в Киеве негативно сказываются на украинской государственности. Власти необходимо применить силу с тем, чтобы остановить происходящее. Директор института стран СНГ Константин Затулин выразил мнение. Власть пожинает плоды того, что когда-то она пренебрегла своим имиджем, играя на поле европейской интеграции. Хотя очевидно, что оппозиция, легальная парламентская оппозиция, не контролирует Майдан, она все-таки больше озабочена тем, чтобы слыть лидерам, чем проявлять гражданскую ответственность. Они, видите, сегодня и купаются во всем этом. Рано или поздно это может привести к действительно серьезному столкновению. Может быть, это будет даже на этой неделе, но инициатива, безусловно, будет со стороны оппозиции, потому что оппозиция не научена умерять свои требования. Они выставляют совершенно немыслымые требования и пытаются доказать, что только их принятие может к чему-то привести. Янукович, естественно, от власти не уйдет. Это очевидно. Актуальным остается вопрос. Как в сложившихся обстоятельствах должна вести себя Россия и Беларусь? Целесообразно ли пропагандировать идеи единения наших народов уже сейчас, когда так сильны антироссийские настроения? Я думаю, что это на самом деле не просто целесообразно. Это единственный возможный из позитивных выходов из ситуации. И понятно же, что с той частью Украины, западной Украины прежде всего, с которой сегодня сталкивается власть на Майдане, нам сложно найти общий язык. Но мы не должны забывать о миллионах, больше чем половине населения Украины, которые совершенно на другие вещи ориентируются. И на мой взгляд, как показало это заседание торжественное Собора славянских народов в Переславе в День Переславской Рады, все эти чувства живы, их надо поддерживать. В них нужно, если хотите, инвестировать. Инвестировать не только в смысле материальном, в смысле духовном, пропагандистском, всяком ином.